Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, Анатолий Петрук. Проводим диагностику стельности унителей. И здесь у нас 60 дней стельности. Немножко потеряли мы. Видите эти пустоты? Там даже был эмбрион виден. Камья, на початку. Привет, для УЗИ диагностики мы используем китайский аппарат. В принципе, достаточно неплохой аппарат. Все четко видно. Много функций, но основная функция работает неплохо. Здесь очень хорошо. Здесь уже видно, видите, видны корункулы. На 79 дней, конечно, здесь уже. Вот, видите, вверху. Сейчас постараемся эмбрион найти. Вот видите, корункулы уже можно даже эмбрион не искать. Здесь 100% есть уже стельность. Так, значит, следующий нетель 40 дней. В принципе, здесь и рукой можно уже понять. Ну, УЗИ нам просто помогает это понять более четко. Вот вверху мы видим эти пустоты. Хотя, в принципе, и рукой. Друзья, здесь 43 дня. Рукой, я говорю, что она тельная. Это все уже можно определить рукой. Но проводим УЗИ диагностику. Ну, и видим. Видим, да, что действительно отверху воплодные воды. Сейчас, сейчас мы более... Сейчас, сейчас мы более... Можно. Можно. Сейчас снимать. А сейчас снимать. Да, когда мы... воплодные воды. Вот здесь... Четко видно уже, да? 54 дня. Тут и рукой уже можно определить. Четко уже видно. Эмбрион. Видите? Справа. Видите, да? Внизу. Внизу был. Аппарат китайского производства. Модель MSU2VET. Аппарат, в принципе, неплохой. Неплохо визуализирует картинку. Претензий к нему нет. Есть разные функции, которые, в принципе, не нужны для повседневной работы. Есть разные цветовые режимы. Вот такой вот датчик. Аппарат этот нам предоставила фирма одна попользоваться. Вот. Практически он не наш, а мы его взяли попользоваться. Да. Ну, несколько слов про саму диагностику. Вот. Сама диагностика не составляет особенного труда для тех людей, которые владеют методикой трансректальных исследований, в которых уже набита рука, которые четко могут найти матку, яичники. Нет никакой проблемы освоить технологии УЗД. Так. Ну, мы не владели этими навыками. Да. Ну, буквально за один-два дня мы освоили эти навыки. Тут проблем никаких нет. картинку. Хочется сказать, что, в принципе, кто владеет трансректальной диагностикой, вот, достаточно на ранних сроках определяет с помощью руки. Вот. это и сороковый день, и сороковый день, и сороковый, сороковый, сороковый день. Ну, пятьдесят и пятьдесят пятый это уже сто процентов. Да. Ну, аппарат УЗИ нам помогает определить и тридцатый день. Вот. Даже некоторые на двадцать восьмой определяют. мы не пробовали еще. Вот. А также аппарат УЗИ помогает нам определить пол. Что касательно нителей, то определение стельности у нителей, оно еще проще, да, и оно более наявно. Уже в сороковый день, даже у некоторых нителей и в тридцать пятый день с помощью руки можно совершенно отчетливо определить, без аппарата УЗИ определить стельность. потому, как матка изначально у нителей маленьких размеров, вот, она как, буквально как два карандаша, да, иногда даже тоньше, вот, и роги тверденькие, такие, вот, как тяжи. Ну, а когда, когда есть уже стельность, да, даже на тридцать пятый день, на сороковый день, то мы четко, четко видим, что роги наполняются жидкостью, такие, флюктуируют, вот, вот, и стают мягкими, да, вот такими, потому, даже рукой можно легко это определить. Ну, вот аппарат УЗИ нам просто четче помогает понять эту технологию. вот такая. Ну, сейчас мы будем проводить диагностику разных, разных днях тельности, вот, и посмотрим.